Да, все, я все включил. Дамы и господа, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем... Надо еще кухон сделать. Да, 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 ты правильно говоришь, я все сделаю, все сделаю. Спасибо огромное, сейчас все сделаю. Вчера, в субботу, мы прочитали недельную главу ВАИХИ и кричали «Хазак», поскольку мы закончили первую книгу пяти книжек, книгу «Брэншит». На этой неделе мы уже читаем книгу «Шмот». А в последней главе недельной книги «Брэншит» один из параграфов посвящен практически полностью благословению, которое Яков дает своим сыновьям. Это довольно сложный поэтический текст. В нем много ведьма интересных слов, но среди них встречаются и редкие, и те, которые считаются устаревшими, и те, которые в Танахе встречаются небольшое количество раз. И, к сожалению, я вот их выделил, но не успел подготовить вам словарь. Что-то я смогу вам перевести на ходу, а что-то мне придется искать по ходу дела. Прошу меня извинить за то, что не успел. Итак, я включаю экран, и мы видим текст. Да, видим текст? Видим. Еще секунду, да. Да, сейчас видим. Итак, 49-й параграф. «Ва икра Яков и позвал Яков Эль-Банав к сыновьям своим буквально, позвал сыновей Вайомер и сказал «Ге Асфу». Корень здесь «алеф» самых «пэй», «асаф» – это значит «собирать». Очень близкий корень в имени Йосеф. И освоит императив. Соберитесь. «Ве Агида» – и я расскажу вам. Вот «алеф» дает нам «будущее время первого лица». Я расскажу «лахэм» вам. «Эт Ашер Икра Итхэм» – то, что произойдет… Так, минуточку, сейчас я уберу. Да, с вами. «Бе Ахарит Хайямим» – «Итхэм» – это «свами». «Бе Ахарит» – от слова «ахарей» – «после». «Ахарит Хайямим» – «впоследствии времен». Комментарий говорит, что здесь Яков собирался им рассказать свое пророческое видение еврейской истории вплоть до конца, но Всевышний не разрешил ему. Смотрите комментарий. Поэтому, по сути, он дает благословение, но о будущем он не говорит. «Хи Кабцу» – это слово значит «соберитесь». Корень здесь «Куф Бет Цади». Этот же корень в популярном таком израильском слове. Кто догадается первым? Что, какой вопрос был еще раз? Корень вот этот. Может быть, «Квуца»? «Квуца» – нет. «Квуца» – это группа, но более, наверное, известно слово «кибутс». А, «кибутс»! Три точки, она звучит «у», три точки по диагонали. Так. Итак, соберитесь. И вот начинает он по порядку рождения с Рувена. Рувен. Что он говорит? «Бехор» – это первенец, перворусственный. «Мой первенец» – ата ты. «Кохи» – сила моя. «Ве Рэйшит» – «Они». И «Рэйшит» – это от слова «решон». «Начало». «Они» тоже означает «сила». Я не ставлю вам пока словарь, потому что он еще не готов. Кое-что из него я поставлю вам в чат. Ну, давайте так, давайте, пожалуй, вот то, что у меня есть, я поставлю в чат. Но есть очень немного, на самом деле, то, что я успел сделать. Так. Так, как я… Так. Видишь, в чатке я наверху. Чат. Угу, 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 так. Ставлю, угу, угу. Так. Ну вот, пожалуй, вот это я еще повторю, да. Ой-ой-ой, не то. Ну вот, угу, так. Вот, и можем посмотреть, что нам дает словарь на слово «он». «Он» – сила, мощь. Ну, практически то же самое. Так. Так. Угу. Так, сейчас, минутку. Угу. 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 Так. «Они». «Етер», «Етер», «Етер» – вот это слово, да. Однокоренное слово «йотер», что значит «йотер»? Более. «Етер» – сээт. Слово «сээт» – словарь дает нам. Демонстрация экрана куда-то ушла. Так, я не показываю вам… Да, текст ушел куда-то. Текст ушел. А что вы видите? Вас. Видим, как обычно тебя. Понятно. Ну, я не это имел в виду. Сейчас я попробую вернуться. Вот так. Да? Спасибо, что вы вовремя сказали. Так. Значит, слово «сээт», словарь мне в этом не помог. И я взял с сайта, который дает перевод тоже с комментарием. И вот что говорит этот сайт. Говорит он «верх достоинства». И действительно, мы теперь можем увидеть корень тот же слове «носи», «носо». Так. Это корень, имеющий множество значений, в том числе, например, «поднимать». Первое – «тернилай» – «нун». Выпадает, вот, а вместо него появляется на конце буква «тав». Такое иногда бывает. То есть, смысл здесь – «верх достоинства». Ну, каков смысл, какой смысл вкладывает сюда Раши, мы видим из комментария его. В том числе, в том числе, приводит он пример из «насиат», «насиот Капаим». Так называется благословение, которым «коаним» благословляет народ в Израиле каждый день, практически каждый день. Вот, вне Израиля только по большим праздникам Йом-Тов. Продолжаем. Так. Что такое сейчас? Минутку. Вот так, да. Так. «Ве етер аз». «Аз» – это то же самое, что «оз». Вот «оз» – это «сила», «мощь». Верно. «Оз» – «веадар» – «левуша» – мы с вами смотрели в «эшет Хаэль». Так. Далее, пасук далит. «Пахаз» – «камаим». «Пахаз» – «камаим». Что такое «пахаз»? Быстрый. Быстрый и не… плохо владеющий собой. Словарь дает легкомысленный, опрометчивый. И, можно сказать, «тропыга». И вот, значит, слово «это», подчеркивает словарь, имеет несколько отрицательную коннотацию. И Яков этим словом показывает, что он осуждает некоторые действия Ровена. «Пахаз» – «камаим», то есть «быстрый, как вода». То есть стоит только наклонить, скажем, банку, и вода выливается из нее. Ничего не скажешь, например, о такой субстанции, как мед. Верно? Вот «аз», пардон, «альтотар». Вот это слово однокоренное к слову «гетер» и «мутар». Не разрешено. Так? То есть не стоит тебе разрешать проявлять свои чувства. Стоит собраться и подумать. «Ки алита мишкави» – «потому что поднялся ты на ложе мое, на мою постель». Значит, корень здесь «шин кав бет», который мы видим, точнее слышим, в «шма ув шох беха» и «лажась ув кумеха» и «вставая». «Авиха» – «отца твоего». «Мишкавей авиха» – «постель» – «ложа отца твоего». «Аз хилалта» – слово «лехалель» означает, происходит однокоренное к слову «холь». «Холь» имеет в виду «будничный». «Сделал ты что-то будничным». «Лехалель» – «ло лейна шаббат» – это значит «нарушить субботние законы». «Ецу-и» – «алла» – слово «ецу-а» – тоже означает «постель». Ну, по прямому тексту мы понимаем, о чем идет речь. Тем не менее, мы помним и комментарий, который говорит, который объясняет, что именно в чем заключается ошибка Раувена, что именно он сделал. Так, «Ецу-а» – «ло же по стилю». Продолжаем. Далее с «э» идет благословение Шимону и Леви вместе. Шимон Велеви, «Ахим» – «братья», «клей», «хамас» – слово «кли» означает «сосуд», а также «инструмент». Вот, а слово «хамас», знакомое нам, как вы сами понимаете, означает «разбой», «грабеж». Вот, слово дает еще значение «караул», но, честно говоря, я не думаю, что если человек подвергается нападению, допустим, грабителя и кричит «хамас», то окружающие поймут его правильно. Происходит грабеж, и он зовет на помощь. Наверное, они подумают что-то другое. Итак, клей «хамас», то есть орудие разбоя. «Мекеро-тей-хэм». Значит, прежде всего мы видим здесь колен слова «макир». «Макир», «мукар» – это значит быть знакомым. И действительно, в некоторых переводах у Маша я видел перевод такой, что вот присущий им, знакомый им орудие грабежа, орудие убийства. Но словарь, это словарь, а, значит, перевод дает вот такую интересную интерпретацию, согласно комментарию Раши. Это значит, он считает их мечи. Ссылается он на Онкелоса, который, очевидно, знал, что он говорит. Ну, что же, и такое понимание возможно. Так, далее. «Бе содам аль того навши». Слово «сод», «сод» – вот оно, да, означает «тайна». Вот, можно его понимать как сговор, то есть некая договоренность между людьми, входящими в группу, которая является «сод» – секретом от тех людей, которые в группу не входят. Значит, «аль того не входи навши душа моя». То есть, как бы Яков говорит это себе. Пусть моя душа не войдет в их сговор. Вот. Сейчас мы увидим, что дальше. Яков говорит «би кагалам аль техад кводи». Слово «кагаль» – это общество. «Аль техад» – не объединяйся от слова «эхад». И «кводи» – от слова «кавод» – честь моя. Почему же так он и не говорит? «Ки беапам гаргу иш». Слово «ав» означает «гнев». Мы это слово встречаем в молитве «шма» во второй части. «Ве хара аф гашем». И возгорелся гнев. И возгорится гнев Бога. Кроме того, слово «ав» означает еще и «нос». «Гаргу убили иш» – человека. «Уверцонам» – и «поволи их». То есть по своему собственному разумению. «Икру шор». Слово «лаакор» означает «подрезать жилы». И еще что оно значит? «Вырывать с корнем». Значит, слово «шор» – «бык». В прямом значении. Очевидно, это намек на… Что сделали Шимон и Леви, пока они были вместе? Вырезали целый город. Город Шхим. И далее продолжает. «Яков Арур Апам. Проклят гнев их». Яков не может проклясть своих сыновей, поскольку они уже благословенны Всевышним. Но он проклинает их грех, их гнев. «Ки аз» – «ибо горяч он». Слово «аз» – «необузданный», «сильный». Еще оно означает «острый», например, о вкусе. Так? «Ше-те-аза», например, говорится про приготовление смеси воскорений. «Ве-эвра» – «там» – слово «эвра». Хоть оно имеет корень «айн вет рэш» – «знакомый нам», что означает «переходить». Но здесь словарь говорит «эвра» – «гнев», «ярость». Так? «И ярость их» – «ки кашата». Вот, честно говоря, здесь я уже не успел посмотреть словарь. Давайте сделаем вот что. Если кто-то из вас может взять такой труд, открыть ссылку, которую я сейчас вам дам. Минутку. И просто смотреть, что говорит перевод, который здесь приводится. Может быть, это нам сильно поможет. Я ставлю это снова на чат. Так. Вот такая ссылка. Я, конечно, могу это делать сам, просто это займет некоторое время. Это потребует... Я не... А, да, сейчас... Вот она, вот она, да. Да, беседа. Так, закрываю чат. Чуть-чуть повыше. Скажи, напомни, какой перок... Значит, это сорок девятая глава. Сорок девятая глава. И сейчас мы уже в седьмом пасуге. Седьмой пасуг. Да? Да. Ну, там сказано. «Гнев их ибо могуч, ярость их ибо она тяжела». Тяжела. Наверное, слово «каша». Просто-напросто. Такая форма, которая мешает нам узнать это слово. Дальше. Спасибо. Ахалкем. Корень здесь хелек. Что такое хелек? Часть лехалек. Разделить. Ахалкем. Это буквально «я разделю их». Говорит Яков. Бе Яаков. То есть в народе, происходящем от Якова. Ве Афицем. Леафиц. Это тоже «расеять». Бе Исраэль. В Израиле. То есть здесь говорится два раза. Но это, в общем, свойственная поэтической речи. Это некое подобие рифмы. Как мы понимаем рифму, две строчки, кончающиеся, похожи. А как понимает рифму «танах», это две части фразы, которые говорят разными словами об одном и том же. И здесь дважды говорит Яков о том, что он желал бы видеть Шимона и Леви, да, не объединившимися вместе, потому что они, что называется, заводят, подзуживают друг друга и мобилизуют себя таким образом на иногда противоправное действие. Как это реализовалось, мы знаем с вами, что колено Леви не получило отдельного земельного надела и жило распространено, рассеяно на территории всех других колен. А колено Шимона, хоть оно и получило территорию, да, в основном их занятие было чем? Учителя, преподаватели. Учить детей в основном это обязанность колена Шимона. А гневливого учителя вряд ли кто-то наймет для своих детей. Никто не захочет этого. Поэтому вынуждены были Шимонцы свой гнев, как мы видим, сдерживать. Ну, поскольку они были всеобщими учителями, то многие из них проживали на территории тоже вне своего колена. Так, мы с вами подходим к восьмому посылку. Иуда. Про Иуду тут говорится довольно много. Ата йодуха. Ахеха. Слово йодуха – это от слова Году. Тебя прославят. Ты будешь прославлен братьями твоими. Братья твои прославят тебя. Ядха – рука твоя. Ба-ореф. Слово Ореф встречается в известном выражении. Да, кше-ореф. Ка-ше-ореф. Буквально жестоковыйный называется еврейский народ. Буквально объясняет Раши. Это так говорят про человека, который поворачивается жесткой шеей. Вы ей к тому, кто пытается ему помочь советом. Слово Ореф означает шея, означает затылок. Это слово… Я извиняюсь, еще, по-моему, была Аруфа. Тоже из этой же серии, да? Аруфа – совершенно верно. И думаю, что псевдоним, который взял Арафат, происходит отсюда же. Да. Почему проломленный затылок? Да. И еще этот корень известен израильтянам. По какому сочетанию? Нам там, наверное, подскажет, да? Пикудга-ореф. Пикудга-ореф. Что это такое? Служба тыла. Служба тыла. Да, да. Тыл – это именно затылок. И в русском языке мы тоже видим связь. Так? Да. Бе-ореф-ой-веха. Яд-ха-бе-ореф-ой-веха. Рука твоя на затылке врагов твоих. О-ев – враги. Да? Йиш-та-хаву-лха. Йиш-та-хаву – поклоняться. Так. Леха тебе. Бней-авиха. Сыновья отца твоего. Ну, как это реализовалось? Мы знаем, что колено Иуды не только было крупнейшим, но и, значит, было очень привержено еврейским ценностям. И в настоящее время большинство евреев именно из этого колена. Поэтому, собственно, название Иуда относится ко всему еврейскому народу. И как народы земли называют нашу веру, они считают, что это религия, которая называется иудаизм, от слова «яуда». Так? Гур-арье, как мы знаем, это лев. Гур – это детеныш, то есть молодой львенок, иуда. Ми-тереф-бни-алита. Тереф – что такое? Литров. Мы знаем слово «трефа» – некошерный. Но здесь корень не имеет этой коннотации, да, а происходит просто слово «тореф». Литров – это значит «растерзать». Собственно, слово «трефа» означает «растерзанный». Так мы называем мясо животного, которое убито любым способом, кроме кошерной шхиты. Вот, либо шхита по какой-то причине была признана некошерной. Вот, иногда этот же термин относят к мясу, когда при осмотре оказалось, что животное было больным, и мясо его считается некошерным. Хотя тут должен использоваться несколько другой термин. Ну, в любом случае, ми-тереф от растерзания бни-алита – поднялся ты. Так, что нам дает перевод? Кто нам подскажет? От растерзания, сын мой, ты поднялся, ты устранился. Вот что дает нам перевод. Ну что же, похоже. Ка-ра. Вот есть несколько корней, которые звучат похоже. Когда написано «кав, рейш, айн», это буквально означает «преклонил колено». Мы читаем это слово в молитве «Алейна». «Ванахну кор им, умишта хавим, умодим». Мы преклоняем колено. А «равац», слово «равац» означает, по-моему, это я таки «да» в словаре вставил. «Лежать», лежать, но так говорится о животном, а не о человеке. Ну, когда человек лежит, он лежит на боку или на спине, а как животное лежит? Обычно на животе, подогнув, подобрав под себя лапы. «Ке-арье», опять же, как «лев». «Ухе лави», слово «лови», «ламет вет ют алев» означает тоже «левенок». Я думаю, что русское слово отсюда «лови» созвучно слову «лев». «Ки-яки-мену», извините, «ми-яки-мену» имеется в виду не легаким создать, а поднять, поднять. Кто сможет поднять его? Подчеркивается мощь Иуды и колена, которая происходит от него. «Ло-ясур шевет-меуда» – «не отойдет», так, «ясур» или «суру отдалиться, отойти». Слово «шевет», которое иногда мы переводим как «полемя», как «колено», «яхат-шифтей-исраэль», «все вместе колено-исраэля». В данном случае лучше перевести как в буквальном переводе «посох». «Ми-яуда» – «не отойдет посох от Иуды». Посмотрим перевод. «Не отойдет скипетр власти от Иуды». «У-мэ-хо-кэк» – «ми-бэйн-раглав». Что такое «мэ-хо-кэк»? Корень «хэт-куф-куф» – это тот же корень, что в слове «хок». «Хок» – это закон, а «мэ-хо-кэк» – это тот, кто издает законы. Итак, законодатель. «Ми-бэйн-раглав» – от буквально подножия и вот между ног его даже так. «Ад-ки-яво-ши-ло» – «до тех пор, пока не придет». И вот здесь есть слово «ши-ло». Это название населенного пункта, места, где долгое время находился ковчег. Можно перевести это так, но есть и объяснение, что здесь намек на «маши-яха». Что он нам дает? Перевод, на который я сослался. «Пока не придет ши-ло». И Раши объясняет на основании «онкелоса», что это действительно «маши-ях». Есть еще объяснение. Агатическое «ши-ло» – это объединение слов «шай» и «ло». «Дар ему», как сказано, принесут дар, внушающему страх. Вот комментарий, который дает Раши к этому месту. «Вело-и-кэ-гат-аммин». И «не», так, «и-кэ-гат», минуточку. Так. «И к нему стечение народов». «Стечение народа» приводит Раши корень «ют», «куф», «гэй». Ну, «гэй» часто третье меняется на «тав». Вот, приводит он примеры, например, из Ехескеля и Ешаяу. Так. А мы с вами продолжаем. Так. Так. «Юд-Алев». «Осри-ла-гефен-и-ро». Что такое «осри»? Сейчас я посмотрю. «Юд-Алев». Привязывает «гефен». Слово «гефен» – это виноградная лоза. Вот. Слово «иро», хотя вроде бы происходит от слова «ир», которое означает «город», да? Здесь имеется в виду «осел». Одно из значений этого слова. И еще есть одно значение у слова «ир». Вот. Может быть. Ну, разве что Натан знает его. В песне «Карибону лам». «Ирин кадишин увнэй энаша». Что означает «ирин»? «Малахим ангелы». Да. Вот такое интересное слово. Что общего у ангела, города и осла? Ну, попробуйте догадаться. Так. «Ве-ла-срейка бни-а-то-но». Так. «Срейка». Может быть, это слово «листок», но сейчас я посмотрю. Да. Да. «Ветвь». Да. «Ветвь». Очевидно, ветвь дерева, ветвь виноградной лозы. Так. «Бни-а-то-но». Слово «атон» – это «ослица». Интересно, что в иврите для домашних животных есть отдельные неоднокоренные обозначения для самца и самки, как правило. Например, «хамор-атон». Есть отдельное слово для верблюдицы. Есть отдельное слово. Насчет «суса» я, кстати, не уверен. Но в большинстве случаев это так. И то же самое в русском языке. Например, «кобыла» и «жеребец». Никакой общности нет, но мы знаем, что это один и тот же зверь. Что интересно, собаки и кошки, очевидно, не считаются домашними животными. Как для диких животных. Например, для медведя, для зайца у них просто добавляется суффикс женского рода. Например, «арнав-арнэбет». И в русском языке практически то же самое. Хотя нет, есть слово «собака», есть слово «пес». Но кот и кошка, очевидно, однокоренные. Так, вернемся к нашему тексту. Так. «Кибес бэйяйн левушо». «Лехабес», как мы знаем, это «стирать». Буквально «омывает» в вине. «Левушь» – это одежда. От слова «ловеш» – носить. «Увэдам ановим» и буквально «в крови виноградин» – суто. Суто – это одеяние его. Так. Совершенно верно. Облачение его. Так. Что означают эти слова? Я пока… Значит, я не ставлю себе задачу их объяснять. Это вы можете посмотреть в том же ресурсе, который я сейчас поставил в чат. И в других комментариях, собственно, тоже. Смотрим, что дальше говорится. «Хахлили» – это буквально «покрасневший». «Покраснели глаза от вина» и «побелели лаван зубы от молока». Ну, очевидно, здесь имеется в виду и изобилие тоже. Далее «звулун» – юзайм «звулун». «Лехов ямин яшкон». «Хов» – это берег. «Ям» – это море. На берегу моря «йшкон» от слова «шохэн» – поселится. Да. Будет селиться. Действительно, «звулун» жил на побережье. И занимались представители этого колена чем морской торговлей. «Вегу лахов о ньот». Что такое «он» и «я»? Это корабль. Да. И он на берегу, очевидно, имеет корабли. «В ярка то аль цидон». Ну, слово «ерех», да? Что такое «так», 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 «так». «Ерех» в данном случае – край, а цидон, где он находился? Я, честно говоря, не знаю. То есть, край его у цидона. То есть, доплывает он вот до этого места, очевидно, в своей деятельности. Кто идет после «звулуна», естественно, и Сахар. И Сахар, что говорит про него Яков. «Хамор», «гарем», «хамор» – это осел. «Гарем» – это костлявый, костистый. То есть, сильный, мощный. Так. Да, перевод именно такой. Ровец лежащий. «Бейн» – га «мишпатаим». Не путайте со словом «мишпатим», которое пишется через «тет». Здесь у нас «тав». «Мишпатаим» – это межграний. Почему межграний? Санчина объясняет подобно ослу, который находится в пути днем и ночью и не имеет постоянного места для ночлега. Когда же он хочет отдохнуть, то ложится меж пределов в открытом поле или в пределах селений, куда он доставляет товары. То есть, он вынослив, он силен. И что еще говорит про него дальше Яков. «Ваяр менуха» – и увидел он. «Менуха» – это отдых. «Ки тов», что этот отдых хорош. «Веэтгаарец» – и «землю». Также он увидел. «Ки не наэма», «ибо приятна она». «Ваэт шихмо лисболь». «Ваэт» – это «преклонил». «Шехем» – это «плечо». «Преклонил он плечо свое». «Лисболь» – имеется в виду «нести». Слово «совель» означает также «терпеть», «претерпевать». Оно значит еще и «носильщик», «грузчик». «Преклонил он плечо свое, чтобы нести». «Ваэги» – ле «мас о вед». Слово «мас» известно всем израильтянам. «Мас Ахнаса» – это водоходный налог. Так? Но перевод дается такой. «И стал слугой данником». Так объясняет Санчина. «Преклонил спину». А чем занимался Исахар? Исахар из Волун – это такой классический пример взаимодействия, симбиоза. Исахар занимался изучением Торы. Все свободное время потомки его будут отдавать изучению Торы. И заслуга изучения распространяется на весь народ Израиля. Поэтому в настоящее время иногда Бене и Исахар называют тех представителей нашего народа, которые действительно все свое время сидят в Яшивах и занимаются изучением Торы. Торато эмонуто. Так? «Лемас Овед» – буквально «дань». Дает он дань работника, кому он заслугу эту передает всему еврейскому народу. «Дан» – слово «дан», имя «дан», однокоренное слово «дин ладун суд судить». «Он будет судить народ его». «Ка-ахад» – «Ка-ахад» – «Ка-шивтей Исраэль». Почему именно «дан»? Будет судить он, будет судить за свой народ. Здесь намек на то, что из колена Дана вышел Шимшон, который организовал народ на победу над филистимлянами Плештима. Плештим. Во времена Шимшона все колена были дружны, но, к сожалению, не всегда, ненадолго это случилось. Так. «Игидан Нахаш Алей Дерех». «Будет дан» – слово «нахаш» – это змей. «Алей Дерех» – это на пути, на дороге. «Шфифон» – это перевод, очевидно, как «аспид». Вот тут интересный перевод дан «випера». «Випера» – это вид змеи. Откуда это слово такое? Совершенно непонятно. Вот. Ну, посмотрите вы в комментарии Раши. Так. «На пути, что жалит коня, что жалит коня в пятку». Действительно, такое свойственно коню. Так. «Шфифон Алей Орах». «Орах» – это… Так, минуточку. Сейчас мы посмотрим. Да, 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 то же самое, тоже на пути. Так. «Га Ношех» – то есть жалит, кусает. «Иквей Сус». «Экев» – это пятка. «Сус», как мы знаем, это конь. «Ва Иполь Рохво» – и падет всадник его. «Ахор» – падет всадник его назад. Так. Падет всадник его навзничь. Совершенно верно, хорошее слово. «Ли Шуат Ха Кивити Ашем». «На помощь твою Ешуа Ле Гошия» – спасение. «Кивити Тиква Гатиква», которую мы разбирали. «Надеюсь, я» – Всевышний говорит здесь Яков, да, призывая на помощь Всесильного. «Гад». «Гад Гдуд Ягудену» – здесь обыгрывается значение имени «гад». А что такое «гдуд»? Это полк. То есть полки он соберет. «Вегу Ягуд Акев». И он так возвратится по своим следам, то есть на пятки. Объясняется это, что все его рати возвратятся ко своим уделам, то есть вернутся до единого и не погибнут. Мы знаем, что колено Гада остались в Зайорданье. Они попросили дать им удел до того, как народ Израиля перешел Иордан на свою землю. Но обещали они, что пойдут впереди всех войск и не сложат оружие, пока не одержат победу. И только после этого вернутся, они перейдут обратно в Иордан и вернутся в свой надел. Так, собственно, это и было. Продолжаем разговор. И он будет давать, что такое Маадан, буквально деликатесы царские. Нафтали, айала-шелуха. Слово айала значит антилопа. Антилопа. Антилопа иногда я вижу буквально вот напротив моего дома, то, что называется Вади, овраг. И там они живут. Они размером с такую небольшую собаку. И очень резво они скачут по камням, там, где человек сломает ногу. А что такое шелуха? Слово лишь луах. В данном случае означает посланное, быстрое. То есть это лань. Так, так, так. Лань вольная. Тут вот такой дан перевод. Лань легконогая. Так, и объясняет Раши, что долина Генасар славится тем, что быстро поспевают ее плоды. Ну, известно про Нафтали, что он и сам по себе быстро бегал. Так. Дальше. Анотен имрей шафер. Дающий слово имрей от слова амар. Речи, говорения. Шафер – это означает красивые, изящные. Ну, перевод тут. Так. Воздаёт речи прекрасные. Ну, что же, очень мило. Так. Дальше. Бен Порад Йосеф. Бен Порад. Бен Порад. Так. Минуточку. Ну, здесь перевод как «милый». Так. Милый сын, любезный. Говорит Раши, что здесь используется слово арамейское. Так. Алей Аин, то есть на виду, пред глазами. Так. Так. Бен Но… Так, минуточку. Бен Нот Цаада Алей Шор. Бен Нот – это буквально дочери. Цаада, Цаад – буквально это значит, Цаид – это ловля. То есть выходили как бы на ловлю. Алей Шор. Алей Шор. Так. По-по-по-по-по-пам. Чтобы узреть, чтобы узреть. Ну, тут Раши приводит дочери Мицраема ходили по городской стене, чтобы увидеть его, чтобы восхититься его красотой. Ну, здесь идет напоминание об истории жены Патифара, вот, который мы не так давно читали. Так. Дальше, как Гиммел. Ва-и-мар-е-ру-гу. От слова Мар – горький. Отсюда же слово Марор. Что такое Марор? Горькая зелень, которая положена есть во время пасхального Саидора. Ва-робу. То есть огорчали, делали горькой жизнь его. Ва-робу. Ва-робу. Так, минуточку. А, ну, конечно, от слова Ри-ва, да, ссориться. И ссорились с ним, и обижали его. Ва-и-ш-те-му-гу. Ва-и-ст-э-му-гу. Ва-и-ст-э-му-гу, минуточку, сейчас посмотрю. Так. А, конечно, саптам. И ненавидели его. Ва-и-ст-э-му-гу. Я думаю, что это, да-да, я думаю, что это ситна, там, где были М и Нон, меняется. Это там, где колодцы Ицхаха, мне кажется. Которые называли ситна. Ситна, ситна, вражда. Распред, раздор, да. Да-да-да-да. Понятно, да. Вот интересно, что здесь вроде бы Яков намекает на ненависть братьев к Йосефу. Но комментарий говорит, что ни Йосеф, ни братья не открыли Якова при его жизни, как он попал в Египет, как он был продан в рабство, вот, чтобы не огорчать своего отца, так. И огорчали его ба-лей-хи-цим. Слово хец – это стрела, да. То есть лучники, да, буквально стреляли в него. Ва-тей-шев-бе-эй-тан-ка-што. И сидеть будет, что такое эй-тан, в силе, в силе, ка-што, кэшет его, кэшет его лук. То есть буквально, но пребывал в силе его лук. Ва-я-фо-зу-зро-эй-я-дав. Так. От слова паз. Паз – это чистое золото, золото, очищенное от примесей. И в золоте буквально были… Зро-а – это мышцы, я дав рук его, то есть мускулы его были в золоте. Мидей-абир-яаков от… Так, минуточку, да. Из рук абир-яаков – это могучий Якова. Имеется в виду Всевышний, да. Который защищает Якова, имеется в виду сирийский народ. Мишам-а-ро-э – эвен-Исраэль. Оттуда вот это «ро-э» через «аин» означает «пасти, быть пастырем». Эвен-Исраэль – буквально камень Израиля. Что здесь имеется в виду? Так, пастырем камня Израиля. Да, интересно. Камня Израиля. Ну, здесь Раши приводит, что слово «эвен» можно понять как объединение слов «ав» и «бен» – отец и сын, то есть Яков и все его сыновья. Что значит «остался крепким» его лук? Ну, это, опять же, намек на историю с женой Патифара. Так, продолжаем. Нам немного осталось. Я думаю, мы сегодня сможем закончить. «Ме-эль-авиха вая-азрека» – от Бога Отца твоего, и поможет Он тебе. «Ве-эт-шадай» – так, и со всемогущим да благословит Он тебя. Ну, вот это имя Всевышнего, которое пишется на Мезузе. На Мезузе оно понимается как аббревиатура слов «шумрей» – «длатот Исраэль» – «страж дверей еврейского народа Израиля», потому что Мезуза охраняет наше жилище. «Ва-и-вар-хека» – «и благословит тебя», «биркот шамаим» – «благословение небес» – «мэ-аль свыше», «биркот» – «благословение тэгом», «тэгом» – это бездна, «ровецет тахат» – «простирающийся, буквально лежащий внизу». «Биркот шадайм» – вот здесь, несмотря на близость этих слов, другое значение. Здесь имеется в виду грудь женщины, когда она кормит своего ребенка. «Ва-рахэм» – «рахэм» – это то место, где женщина вынашивает плод. То есть здесь дается благословение персей и утробы. Интересно, что мне скажет на это Раши. Онкелы переводят это так. Благословение отца и матери. То есть благословенные будут отцы и матери, дающие жизнь. Так, сейчас, минуточку. Да, любопытно. Интересный комментарий тут есть у Сончино. Беркот авиха гавру аль беркот о рай. Благословение отца твоего. Что такое гавру? Гавр, гвура, это сила. Превзошли, пересилили. Благословение о рай моих родителей. Это кто говорит? Яков. Благословение его родителей. Имеется ввиду благословение Авраама и Ицхака. Ад таават гив от олам. До предела вечных холмов. Вот слово гив а, это возвышение, горка, холм. Да, олам здесь не в смысле мир, а в смысле вечность. Тириена лерош Йосеф. Будут они на голове Йосефа. Ул-код-код-назир-э-хав. Слово код-код недавно у нас появлялось. Сейчас, минуточку. Так, на темени. Отличенного, отличенного среди братьев своих. На военном, даже не жаргон, а военной архиминологии. Код-код это командир. Когда по кешеру, когда по связи внутренней армейской разговаривают, когда говорят код-код, то имеется ввиду стоящий над тем, кто говорит. Ага, понятно. То есть можно на русский язык перевести как бугор или шишка. Ну да, кот-код, да. Похоже. Вот и остался нам один Биньямин, 12-е колено. Что говорит про него Яков? Так. Биньямин, зеев и трав. Волк терзающий, называет он Биньямина. Интересно, что вот многие сочетания, например, Ягуда и Арье, да, или, например, Биньямин и зеев, они очень приняты как имена. То есть часто называют сыновей сочетанием этих имен, например, Ягуда, Арье или Биньямин, зеев и так далее. Вот вы знаете, кого я имею ввиду. Лев, извините, волк терзающий. Бабокер йо халь ад. Утром будет он есть постоянное, пока не съест. Утром будет есть то, что он поймает, то, что он словит. Ве ла эрев ехалек шалал. Шалал – это добыча. А к вечеру будет делить добычу. Коль элэ шифтэй Исраэль. Все эти колена племена Израиля. Шнеймасар 12. Безот ашер диберлагэм. И это то, что говорил о них Авием, отец их. Ваеварэх оттам и благословил их. Иш ашер квир хато. Каждого в соответствии с благословением его. Интересно посмотреть, что в дальнейшем характер каждого племени проявился именно в том, на что намекает Яаков. Скажем, ну мы видели, ну самое, наверное, значит, звулун благословлен на морские путешествия и торговлю. Вот есть благословение на богатый урожай, на фрукты, на виноград, на молоко. Но, кроме того, мы знаем, что все сыновья обладали каждый своим характером. И каждый получил именно тот участок земли, который наиболее подходит ему. Скажем, для выращивания винограда подходит гористая местность, а для, скажем, овец нужны пастбища. А Берах оттам благословил их. Ва Ицав оттам и заповедал им. Ва Йомир Алейхем и сказал им. Ани не эсав, буквально, я приобщаюсь. Эль ами к народу моему. Ки вру оттим, похороните меня. Эль авотай к отцам моим. Аль хамара к пещере. Ашер бис де эфрон, которая на поле эфрона, ахи тихи тейца. Так, ну вот мы, пожалуй, практически дошли до конца. У меня тут текст немножко завис. Я его, к сожалению, дальше не вижу. Ну, вот я вам прочитаю просто перевод. Во владение погребальное. Там погребли Авраама и Сару его жену. Там погребли Ицхака и Ривку его жену. И там я похоронил Лею. Куплено поле и пещера, которая на нем у сынов Хета. И закончил Яков заповедать сынам своим. И подобрал он ноги свои на ложе. И скончался он и приобщился к своему народу. Вот конец 49-го параграфа. Ну вот, практически мы с вами программу откатали. Я с Божьей помощью закончу словарь. И поставлю не сегодня, а так завтра эти файлы на наш канал в Телеграме. Вот. И, пожалуйста, вопросы, пожелания. И приходите к нам еще. Так. Ок. Ну, хорошо. Господа и дамы, мы на этом заканчиваем, правильно? Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...